Я сам из Калининградской области, это бывшая немецкая территория. Что бы сделали Россия, если бы пришла Германия и сказала, давайте придем здесь референдум по присоединению Калининградской области обратно на родину в Германию. Честно, в данной ситуации я бы, наверное, даже заголосовал. Почему в России такая большая поддержка войны, во всяком случае до мобилизации была? Было много букв Z, было много подписчиков у всяких телеграм-каналов, Z-патриотов? Две причины, я думаю. Бедность и пропаганда. Интересно. Что бы вы могли сказать украинцам? Держитесь и простите. Вообще, в целом, в этой войне виноват только Путин или это чья-то коллективная ответственность? Смотрите, я различаю вину и ответственность. Я не виноват, но я ответственный, потому что я живу в этой стране, я живу среди людей, которые не голосовали, которые не ходили на выборы, которые не говорили о том, что они хотят, что они думают, которые не думали о будущем, не думали о нынешнем дне, не думали о выборах и так далее. В этом плане я ответственный. Как можно к войне относиться в 21 веке? Тем более, это братубийственная война. Это не война России, это война Путина. Здесь надо понимать. То, что Путин, он ненормальный, я понимал это уже давно. Я там с восьмого года, с того момента, как Абхазия была, потом Крым, печально то, что, условно говоря, мировое сообщество все это перенесло, так сказать. Хотя видно было уже тогда то, что происходит узурпация власти в России и ни к чему хорошему это не приведет. И вот мы сейчас видим эти результаты. А вы как-то пытались протестовать против военных действий в Украине? Да, я, безусловно, протестовал. И я два раза оказывался, так сказать, в СИЗО. Поэтому, но сложно сказать, насколько протест в той форме, которая сейчас существует, он эффективен. Безусловно, это, ну, показывает какое-то общественное мнение. И, несмотря на то, что численность этих протестов не такая большая, тут надо понимать, что эти протесты происходят в совершенно тоталитарном государстве, где мера ответственности человека протестующего, она значительно выше, чем в демократическом обществе. Аннексия Крыма в 2014 году, мне было еще совсем немного лет. Я тогда, мне было совершенно немного лет, мне было 13, я думал, блин, здорово, круто, был какой-то подъем патриотизма. Но со временем, с получением образования, новых знаний, я понял то, что это, ну, нехорошее дело, сравнимое с каким-то международным преступлением и какой-то государственной неадекватностью. Мы очень благодарны жителям Кыргызстана за то, что они не экстрадируют людей, они очень доброжелательные, они помогают. Прекрасная страна, мы им очень сильно благодарны. Как вы думаете, Россия великая страна? Она могла бы быть более великой. Я не считаю Россию великой страной, я считаю Россию страшной страной. Как сказал один из американских политиков, очень верно подметил, что если Россия остановит войну, войны не будет. Если перестанут воевать украинцы, не станет Украина. И Украина не только борется за свое выживание и независимость, наверное, еще из-за выживания и независимости многих народов и вне России, и внутри России. Поэтому с Богом у Украины есть отвага, есть огромная мотивация, которой нет у российских солдат. Я верю, я знаю, что все получится. Слава Украине! Добрый день, друзья, не о другом. Вы знаете, у меня нет никаких претензий и вопросов к этим молодым людям. Ключевое здесь именно прилагательное – молодые. Я понимаю, в какой парадигме они воспитывались. Государственный дискурс 90-х вам напомнит? Россия – это страна, с прошлым за которую датыкается, с ужасающим настоящим и с перспективой стать мировой бензоколонкой. Страна гордится, которой нечем. Русским быть стыдно. Идеологии никакой у нас нет и не может быть. По Конституции, кстати, до сих пор по действующей. У нас нет идеологии никакой. Поэтому то, что не все уехали, вот что удивительно. Что есть какие-то люди, которые остались и даже идут добровольцами на фонд. Вот что удивительно. Вот это вот завораживает и восхищает. В 90-е годы. Это годы, когда они росли. Бабки надо делать. Говорил небезызвестный помощник мэра Собчака. Бабки надо делать. Я не знаю, был ли Путин таким штирлицем, таким засванным казачком. Я помню, с Владимиром Лукиным разговаривал, который весь из себя такой шестидесятник спросил, почему же он карьеру делал партийную. Он мне объяснил, что они вступали в компартию, чтобы разрушить эту партию изнутри. Это он тогда ушел от вопроса про бессмертный полк, потому что он сказал, что он просто не знает, что такое бессмертный полк. Ну ладно, это песня совсем не о нем. Так вот, с Путиным произошли метаморфозы, или он изначально, повторюсь, был таким штирлицем, значение не имеет. Он страну поднял. Он все равно поднял с колен, но многие так на коленях и остались, потому что дети колбасы, которым объяснили, что любить Родину – это смешно и стыдно. Что вообще, что такое Родина? Вообще, что это такое? Это вообще что-то непонятное. Вообще, идея категорического императива им чуждая. Это я, кстати, не упрекаю. Ну как вот можно упрекать? Здесь есть кого упрекнуть, да. Надо поймать Чубайса, поймать губернатора, который своего сына в Милан отправил подальше от мобилизации, поймать депутата, который своих племянников отправил в Майами в свои имения от мобилизации, поймать министра, у которого в семье тех, кто сочувствует СВО, называют Z-быдлом. Поймать? Нет, не в том смысле, чтобы там как-то упрекать в чем-то. Мы своих не сдаем. Я помню, мы своих не сдаем. Нет. Поймать и спросить, что они думают вот про этих молодых людей. Вот, было бы интересно послушать, действительно. Не в режиме там ток-шоу, когда они будут озвучивать социально, одобряемые какие-то вещи. А вот так вот, поймать и спросить, вот, как они это прокомментируют. А войну-то мы выиграем. Мы выиграем, и без них. Кузьмичи выигрывают ее. Да и не только. Мне доводилось видеть молодых людей, людей вот этого возраста, которые действительно понимают, что происходит. И они понимают, за что они сражаются. И они, может быть, сформулировать не могут, что такое Россия для них. Я и сам не могу. Но они это чувствуют. И они сражаются, они сражаются со злом. Потому что Украина, это зло. Я сейчас не буду погружаться, потому что эту книжку надо писать про это. Более того, она уже написана. А эти молодые люди, наверняка большинство из них думающие, когда они познают радость печатного слова, прочитают несколько книг и что-то узнают, помимо того, что они узнали из благосферы, они многие, я думаю, что кардинально изменяют свою точку зрения.